Привет, любители PlayStation! Давайте взглянем на бесплатный набор игр PlayStation Plus за февраль. Обладатели PlayStation 4 получат доступ к средневековому экшену For Honor от компании Ubisoft и стелс-экшену Hitman от студии IO Interactive. Первой игрой, которую пользователи получат по подписке, станет For Honor. В ней нет и намека на цинизм. Вы можете с легкостью сказать, что разработчики искренне считают, что здоровенные воины, одеты в роскошную броню и рубящие друг друга смертоносным оружием, лучшая вещь на свете. В игре столько всего происходит, от запутанных фракционных сражений, которые заставляют игроков сражаться плечом к плечу, чтобы завоевать территории, до режимов, где вы сражаетесь за контрольные точки, раскиданные по карте. Но на самом деле, все это просто яркая уловка, которая отвлекает вас от настоящей, зубодробительной и жестокой сути игры – сражений. Но перед тем, как вперед головой ворваться в мультиплеер, стоит попробовать сюжетный режим. Не стоит ждать от сценария каких-либо откровений. Миссии научат вас основам боевой системы, а также как справиться с определенными классами, перед тем, как вы, наконец, отправитесь в мультиплеер. For Honor в самом хорошем смысле бьет в самое сердце своим смертоносным лезвием, когда вы оказываетесь один на один со своим противником. Каждый боец может атаковать и блокировать в трех направлениях – влево, вправо и вверх. Если ваш противник бьет сверху, перед самым ударом замигает стрелка, указывающая направление атаки, давая вам немного времени для блокирования. Звучит довольно просто, но мастерство заключается в предугадывании действий противника, дабы подловить удачный момент для блока, атаки или у ворота. Вы медленно кружите своего противника, не сводя глаз с его меча, пытаясь понять, сделает ли он первый шаг. Это неподдельное напряжение, особенно если противник – человек. В игре вы найдете богатый тактический файтинг с удивительно проработанной боевой системой, полной скрытых нюансов, которые предстоит найти. Вторая игра Hitman – это игра, в которой вы станете агентом 47 и вступите в международное контрактное агентство, чтобы выполнять их задания. У вас есть множество путей, чтобы попасть и избежать из охраняемых зон и огромное количество способов для достижения поставленных целей, что дает любопытным и креативным игрокам колоссальный потенциал для реиграбельности. Задания в Hitman крайне нелинейны, что дает возможность игроку принимать решение за решением, отчего путь сближения и ликвидации целей может в момент кардинально поменяться. Вы проскользнете в здании и придушите цель Гороты или подсыплете яд в ее любимый коктейль. Это всего две из многих других тактик, которыми можно воспользоваться. Если хотите, устраивайте кровавую бойню, но убедитесь, что у вас есть надежный путь отхода, ведь противники решат вам отомстить. Hitman восхитит вас своей открытостью, комичными NPC и инструментами для создания своих собственных контрактов. Все это, плюс подстройка сложности, очень круто. А вот консоли PlayStation 3 и Vita прощаются с программой. Напоследок, их владельцы смогут сыграть в легендарный экшен Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots от Hideo Kojima, а также в Dive Kick, Gun House и Rock Aces. Еще одной приятной новостью для подписчиков PS Plus стало предстоящее увеличение облачного хранилища. В начале февраля оно разрастется с 10 до 100 гигабайт, что позволит геймерам сохранять еще больше игровых данных, включая накопленный прогресс и профили. Все игры будут доступны вплоть до 8 марта. Увидимся в следующем месяце. Не забывайте прожимать большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на X Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok